Наверное, чтобы было понятно вообще, о чём, что это такое система персональная, наверное, если ответить простым обывательским языком, это, знаете, в новогоднем празднике меня вот мучил тремор такой, я понимал, что, блин, так, а что я делаю, какой у меня план на год, что мне делать там. И в одну из ночей какого-то вот этого длинного застольно-морозного нового года московского я уже не выдержал, сел к айпаду, нарисовал майнмэп своей карты 2024-го, там какие-то мысли, и мне стало спокойнее. Так вот, наверное, в целом персональная стратегия – это ощущение внутреннего спокойствия от того, что время, которое ты проживаешь, не тратится зря. Здесь тоже хочу остановиться на минутку. Мы сегодня ехали сюда с женой, и, знаете, всё в жизни не случайно. Вчера с дочкой, она мне говорит, вспомнила, что ей сегодня надо было говорить о том, о чём произведение «Алые паруса». И мы начали читать, она благополучно уснула, пока она спала от моего монотонного чтения. Я почитал биографию Александра Грина и понял, что невероятно сложной судьбы человек. И сегодня, слушай, говорю, давай послушаем его великий роман «Бегущая по волнам». Мы начали слушать, и он оказался не таким простым, как для автомобильной поездки, но там была очень важная вещь. И там доктор говорит главному герою, ты знаешь, перед длительным путешествием тебе нужно остановиться. И вот этот момент, что да, можно там бежать в планах, в целях, всё остальное, как раз, наверное, в конце прошлого года, Ренат будет сейчас надо мной смеяться, я прочёл книгу «Жизнь без целей». Вот, и как бы вы знаете, в ней тоже определённый смысл. В общем, если у тебя есть персональная стратегия, у тебя нет невроза по поводу того, что ты не знаешь, что тебе делать, как твои поступки связаны между собой, как твои решения взаимодействуют между собой для того, чтобы понимать, куда ты идёшь. Вот если по-простому, отвечаем это так. А если не по-простому, то здесь принципы, наверное, построения. То есть персональная стратегия – это некая система целей, желаний, ценностей, взаимосвязей между ними, удовольствия от проживаемой жизни для того, чтобы достигнуть состояния полного удовлетворения. То есть вот это состояние расслабленности от того, что ты знаешь, что тебе делать, оно тебе даёт состояние вот этого некого внутреннего кайфа.